Привет, друзья, это Рена, и добро пожаловать снова на мой канал, и добро пожаловать в очередное видео с пустыми баночками. И если вы смотрите мои True Crime видео, вы, наверное, сейчас спросите, где True Crime, его давно не было. И дело в том, что я уже адресовала это в Инстаграме, запрещенной соцсети. Так вот, повторю здесь. Дело в том, что True Crime тематика довольно тяжелая и мрачная, как вы, наверное, догадываетесь. И я поняла на прошлой неделе, что это довольно сильно на мне сказывается. Во-первых, мне начали сниться кошмары каждый день, и я такая, окей. Дело в том, что я не только создаю True Crime контент, я его постоянно поглощаю. И я поняла, что это некоторый такой too much для меня, и, в общем, я решила сделать некоторый перерыв. Я очень постараюсь на следующих выходных вернуться к созданию этих видео, но я прошу меня понять и простить. Иногда, когда вы постоянно слушаете и читаете про нераскрытые убийства и все подобное, это сказывается на вашем психологическом состоянии. Вот, поэтому я надеюсь, что вы... Да, ты точно меня можешь понять и простить. Мой дорогой друг пришел. Она, кстати, к нам давно не приходила, да? Так, я заканчиваю болтать, и мы переходим к пустым баночкам. И мы начинаем с декоративной косметики. Ее в этом месяце довольно много. Так что... Е-е-е-е! Так, кое-что, что закончилось у меня позавчера, по-моему, это румяна Artvisage оттенок 102. И это мои самые... Ой, ну мои сладкие. Самые любимые румяна жизни. Они очень симпатичные. Я выскребла все до последней крупицы. Я сейчас попробую вам откуда-нибудь собрать. Это абсолютно... Ну, я имею в виду вот, вот. Это идеальнейший персиковый теплый оттенок. Господи, он такой красивый. Я бы, в конец, берегла эти румяны. Я им пользовалась только по особым случаям. Знаете, вот одна из тех вещей, которые вы бережете для особых случаев. То есть, Artvisage — это очень бюджетная марка, но, тем не менее, я растягиваю удовольствие. Более того, насколько я понимаю, они сняли эти румяны с производства. И поэтому я не знаю, смогу ли я сейчас найти аналог. Я им напишу в личку и спрошу, есть ли перевыпуск этих румян, и как их сейчас можно найти, данный оттенок. И если они мне что-нибудь ответят, то я напишу в комментарии, если не забуду. В общем, я надеюсь, что я смогу этот оттенок для себя восстановить, потому что это был идеальный оттенок. Я обожаю такие вот персиковые, нежные, румяна. Особенно на более теплое время года это просто идеально. Дальше. Марка Odry. Это у нас Expert Cushion, и это консилер. И он был отличный. Марка Odry. Я регулярно вам про нее рассказываю, потому что это марка, про которую, как мне кажется, говорят, слишком мало. Это бюджетная, отечественная марка. И она отличная. То есть, за небольшую цену вы получаете очень хорошее средство. И консилер был просто супер. Во-первых, мне его довольно долго хватило. Во-вторых, у него очень хорошая консистенция. То есть, он, с одной стороны, замазывает снеги под глазами. С другой стороны, консистенция легкая. То есть, у вас нет ощущения, что чего-то слишком плотное у вас на лице. То есть, он смотрится естественно, но при этом он закрывает все, что должен закрывать. Очень удачный консилер. Очень-очень вам его рекомендую. Его можно купить на сайте Только ТВ.РФ. Я кину ссылку в описании к видео. Там же, кстати, можно купить марку Artvisage. Потом закончилась жидкая помада Poverleek Metal Matte оттенок 4400. И за очередь вот такая темная. Это помада с эффектом металлик. И немножко тут осталось ей. Она начала засыхать. То есть, я ей пользовалась не так много раз, но она просто начала засыхать. И да, то есть, вот тут как бы ничего особо не выковыривается. И уже из этой упаковки, то есть, вот ровно на один с собой очень хватило. И у меня подобное было с другой помадой такого оттенка, с красной. Я, с одной стороны, ее довольно много носила, но, тем не менее, для жидкой помады она закончилась слэш-засохла довольно быстро. Поэтому то ли здесь какой-то очень маленький объем, то ли она засыхает, я не знаю. Но в целом помада мне понравилась. Она была красивая, довольно стойкая и оттенок. Ну, в целом, как бы ягодный металлик смотрится классно. Дальше. Аромат. Emmanuel Egaro Fresh for her. Это такой вот пробник. Я его брала с собой в поездку. Мы в этом месте ездили в Калининград. Вы знаете, что это значит. У нас будет много travel-сайзов и пробничков, поэтому... Ей! И вот один из них был вот этот аромат. И он очень сладкий. Я не знаю, как еще его описать. Он немножко фруктовый, но в основном все, что я чувствую, это сладость. Прямо такая притерная. Я полноразмерный этот аромат точно не куплю, потому что он слишком сладкий для меня. Но я его как-то раз, вот уже после поездки, использовала в офисе и получила комплимент от коллеги. Типа, ой, такой вкусный аромат. Вот, но мне самой он, честно говоря... То есть он был нормальный, и я, собственно, поэтому и смогла им допользоваться до конца. Но не самый любимый аромат. Ну, то есть для меня так сладковат. Потом закончился лак Фиберлик Berry Shine оттенок 7631. Очень симпатичный, вот такой вот ярко-персиково-розовый. Я люблю такие оттенки в лаках для ногтей. У меня практически всегда в коллекции есть какой-нибудь лак вот подобного оттенка. И этот, он у меня лежал на боку, и, видимо, перекатывалась. Есть ощущение, что он полный. На самом деле он не полный. Вот, я не знаю, чем я вам это показываю. Более того, он под конец начал густеть. То есть я им накрасила ногти, и они просто не засыхали несколько часов. Я такая, пора прощаться. Но там осталось буквально на донышке, поэтому не страшно. Потом тон от Cloran Organic от Sugars. Вот такой оттенок 105N Nude. Опять же, я брала его с собой в Калининград. Он мне понравился. Хорошо ложился. Вполне неплохо держался. Я бы не сказала, что это лучший тон жизни, но вполне-вполне неплохой. И невероятно, что буду покупать полный размер самостоятельно. Но пробный попробовать было интересно. Пробный попробовать. Так, и последнее, что у меня закончилось, это тушь Vivienne Sabo Polynesie France. Упаковка очаровательная. Тушь была неплохая, но очень быстро засохла, поэтому... Вот, но пока она была в порядке, она мне вполне нравилась по эффекту. В целом, она у меня была несколько месяцев, поэтому, возможно, логично, что она засохла. Итак, дальше уход. Вот, закончилась позавчера. Это скраб для тела от Mixed Fat Breaking Thermos Set. Он шел в наборе с антицеллюритными средствами, с обертыванием и с массажным маслом. Обертывание, я, честно говоря, так ни разу и не попробовала. Может, у меня это всегда лень? Мне никогда нет времени на то, чтобы обмазываться этим, потом обматывать себя этой пленкой. Я имею в виду, надо бы, но лень. А вот масло массажное, оно печет просто как печь. То есть вы наносите, и оно прямо жжется. То есть если вы любите средства, которые прямо вы чувствуете работу, вы чувствуете, как оно печет, то вот массажное масло из этой линейки, оно просто топ. Скраб никакого такого термоэффекта не оказывал, поэтому я просто его использовала на всем теле. Он мне вполне понравился. Я, в целом, не против кофейных скрабов. Потом закончился также фиберлик, шампунь и кондиционер, два в одном. Они в какой-то момент мне присылали всю линейку, вот эту вот, шампунь и кондиционер. И этот был два в одном. Я не люблю средства два в одном как концепцию. Поэтому я его использовала для того, чтобы мыть кисти для макияжа, и с этим это средство справлялось. Ну, ура, поэтому, да, грустный день. У меня закончился вот такой вот автозагар. Я его обожаю. Это мусс от Saint-Tropez Saint-Morris. Это лучший автозагар жизни. У меня, мне кажется, окончается уже такой второй или третий мусс. Я их обожаю. Это лучшие автозагары на свете. Они идеально ровно ложатся, дают очень красивый оттенок. Оттенок просто, когда закончится часть тех автозагаров, которые у меня еще есть, я, безусловно, его перезагажу, потому что это абсолютный топ. И оттенок у меня dark, но при этом он не слишком темный. То есть он, скажем так, у меня были автозагары, которые были, типа, самые темные, и они реально смотрятся немножко неестественно. И не очень ровно ложатся. Вот этот ложился идеально. То есть оттенок мне так нравился. Точно перезагажу. Потом закончился крем для рук, фрешлайн, ваниль, вот такой вот, с органическим маслом ши. Да, фрешлайн. И он, он у меня стоял в офисе. И... у, тут немножко осталось. В нем все было хорошо, помимо того, что у него был довольно странный запах. Мне кажется, он пах какой-то смесью ванили и грибов. Сыроежек. Вы знаете, сырая сыроежка? Я не знаю, насколько я верно описываю вот эту отдушку. И в целом, в последний раз я держала сыроежки в руках в детстве на даче. Но я иначе не могу назвать этот аромат. Ванили сыроежки. Очень необычный. Сам крем был вполне неплохой. Неплохо увлажнял. В общем, одно из секретов, которое как бы норм. Но хорошо, что закончилось. Потом. Гель для умывания. Леврана. Тонизирующий с лемонграссом. Вот такой. Марка Леврана мне неоднократно подалась в бьюти боксах. И это вот как раз у меня тоже из бьюти бокса. В целом, марка довольно бюджетная, отечественная. И поэтому как бы интересно их попробовать. У этого геля был очень большой расход. То есть, его нужно было на самом деле очень много для того, чтобы намылить лицо. Поэтому расход был большой. Закончилось, мне кажется, буквально за две недели вот эта упаковка. То есть, это один из всех случаев, когда средство очень недорогое, но при этом и расход у него такой большой, что оно быстро закончится. В остальном, мне оно вполне понравилось, при том, что у меня проблемная и жирная кожа, этого очищения мне было вполне достаточно. Средство, которое закончилось сегодня, оно как раз у меня сейчас в волосах, это сухой... Ай-ай-ай-ай волосы, рот. Сухой шампунь Batiste Cherry. Во-первых, упаковка. Вишенки губки. Когда я в первый раз увидела, я просто... Насколько идеальной может быть упаковка. Смотрите, какая имелота. И Batiste, это в целом, мне кажется, один из лучших сухих шампуней. Вот Batiste и Colab лучшие сухие шампуни на свете, потому что они... С одной стороны, у них есть небольшой беловатый оттенок, но он моментально вычесывается, он не остается в волосах. Они придают объем, и они делают волосы чистыми на весь день, на весь, до самого вечера. Даже если вы поздно возвращаетесь домой, ваши волосы все еще в отличном состоянии. Поэтому с ними ничто не сравнится. Я, безусловно, буду перезаказывать Batiste всегда. А потом закончился крем для рук, Эль Косметик, софткер, ежедневный уход с заживляющим комплексом от Липид Е. Вот такой вот. Он попался нам в каком-то мужском бьюти-боксе, и поэтому муж такой, типа, мое. И он поставил его на свой ночной столик. И, естественно, как, наверное, большинство мужчин, он пользовался этим средством примерно раз в месяц. И оно не кончалось, он так стоял у него на столе, а потом его в каком-то боксе попались другие крема. Другой-другой, типа, ой, еще крема для рук, он ставит их туда же. В итоге я уже начала им пользоваться каждый вечер, просто чтобы добить этот крем. Потому что мне кажется, что он у нас стоял больше года на этом вот ночном столике, поэтому его хватило надолго. В целом он мне вполне понравился, довольно жирный, но довольно быстро впитывался, поэтому в целом все в порядке. Так что да, скорее понравился мне. Потом еще одно средство моего мужа – это дезодорант Фаберлик Инкогнито. Вот такой ему очень нравились дезодоранты Фаберлик. Я говорю, нравились, потому что Фаберлик закончили работать с блогерами. Они восстановили работу с блогерами в Инсте, но я пока не уверена, что я хочу этого для своей института. Вот сотрудничество на Ютубе мне очень нравилось, а для Инсте я как бы не уверена, и поэтому в ближайшее время у моего мужа не будет таких дезодорантов, но будут другие, которые ему также нравятся. Но в целом, если вы заказываете Фаберлик, у них очень хорошие мужские дезодоранты, потому что, опять же, вы, наверное, знаете, мужские дезодоранты должны быть экстра сильными. И вот он со всем справлялся, поэтому да, очень хороший дезодорант. Он, мне кажется, припробовал все возможные дезодоранты у Фаберлик мужские, и они всем нравились, поэтому... Потом мыло SafeGuard Natural Detox с экстрактом чайного дерева. Опять же, Фаберлик закончил работать, поэтому я такая, что мне делать? Я куплю обычное мыло в магазине, окей? Абсолютно забытый опыт. Мыло отличное. Его на долгохватило... Хватило, вау, мне сложно сегодня говорить. Его на долгохватило, но классно. Я, в целом, очень люблю SafeGuard, потому что, возможно, это вот какие-то огнолоски из 90-х. Я помню эту рекламу SafeGuard, где, типа, вот оно проезжает по экрану, до этого были микробы, а вот там, где оно проехало, все, микробов больше нет. И я такая потрясающе борется с микробами. И у меня в голове вот осело то, что SafeGuard убивает все микробы. Я такая, да. В общем, это мыло, которое с самого детства вызывает у меня просто максимум доверия. Сейчас, когда я взрослый человек, наверное, мне нужно прочитать про него побольше. Но, в целом, в целом, оно мне нравилось. Тут почему-то нарисовано, что оно умывает им лицо. Мягкое, очищающее с ощущением комфорта. Я бы не рекомендовала вам мыло мыть лицо. Тем более, марки SafeGuard. Я слишком много времени на это рачу. В общем, мы этим мыли руки. Очень понравилось. Безусловно, буду покупать дальше. Так, потом. Сыворотка Jimmy So. Вот такая. Первое, что мне в ней понравилось, естественно, упаковка. Смотрите, рыженькая, такая солнечная, такая прикольная. Это просто... Есть какие-то вещи в плане маркетинга и дизайна, которые работают моментально. И я не против этого. Потому что я имею в виду, мне каждый раз было приятно ей пользоваться. И я имею в виду, это на самом деле очень хороший маркетинговый ход. Потому что она brightening and balancing. То есть, brightening. Она улучшает цвет лица. И когда вы смотрите на эту рыженькую, солнечную, яркую, классную упаковку, вы невольно ассоциируете это с тем, что и лицо ваше будет тоже как бы не те прилагательные, я сейчас использовала. Но, в общем, что ваше лицо тоже будет сияющим и классным. То есть, эффект достигнут. Я этой сывороткой пользовалась по утрам. То есть, на вечера у меня была более увлажняющая восстанавливающая сыворотка. А вот эта была у меня по утрам. Я такая, давай, верни моему лицу здоровый цвет. И я бы сказала, что она с ней справлялась. При том, что я ей пользовалась вот это как бы конец весны. Для меня это время, когда как бы это мой самый зенит. А с другой стороны дно. В общем, худшее время для меня с точки зрения того, как я выгляжу. Потому что у меня витаминоз. Зима заканчивается. И как бы солнца давно не было. И, в общем, как бы все ужасно. И выгляжу я обычно очень неактив. Вот в начале-середине весны. И мне кажется, что эта сыворотка на самом деле оказывала эффект. И моя кожа выглядела лучше. Потому что обычно весной моя кожа будет хуже. Вот. А тут как-то она выглядела поживее, пободрее. Поэтому мне, насколько я помню, это было прислан на обзор. Да, стопотово было прислами на обзор. И я думаю, что я куплю свои деньги. Когда у меня закончится вот часть сывороток, которая у меня сейчас еще есть. Вот. Так что, я думаю, что я ее куплю. И вам, безусловно, рекомендую. Это корейская марка. Она веганская. Да, очень-очень рекомендую. Хорошее средство. Так. Не закончилось. Но я выбрасываю. Потому что у меня сломалась крышечка. Это масло усьмы. Оно мне попалось в каком-то бьюти-боксе. И мне в этих бьюти-боксах прежде чем попадаются эти средства. Вот для бровей и ресниц. Я их в основном использую для ресниц. Потому что я такая, пожалуйста, сделай мои ресницы более длинными и классными. И это никогда не работает. Но я такая, возможно, все-таки. Возможно, все-таки работает. Может быть, все-таки я не вижу эффект. Потому что я привыкла. Вот потом она упала у меня из рук. Потому что, вы знаете, я довольна в этом плане. Нелепая я вечно в стороне. И крышечка сломалась. И поэтому сейчас это выглядит вот так. И все дело закончилось тем, что как-то раз я это масло нанесла довольно щедро. И мои глаза начали испытывать дискомфорт. А наутро у меня был конъюнктивит. И я такая... Прощай. Ну и у меня уже бывало, что... Был какой-то период, лет 15 назад, когда я такая, типа, у-у-у, натуральность. И я начала использовать масла для лица довольно часто. Ну, в смысле, обычные масла. Например, кокосовое, оливковое на все лицо. И в том числе на область вокруг глаз. И у меня тогда уже бывало, что если слишком много я нанесу этого пола в глаза, получается конъюнктивит. Возможно, это не проблема масла, а проблема того, как я это наношу. Но, тем не менее, зачем вокруг лица, вокруг глаз использовать то, что потенциально может вызвать такую реакцию. Поэтому, как бы, нет, я больше не буду так рисковать. Дальше маска. Не оке, а Sparkle Facial Mask. Противовоспалительная маска с эффектом сияния. В ней был шиммер, и это было очень прикольно. Ну, то есть, как концепт. Я имею в виду, у-у-у, шиммер, весело. Маска была приятная. Она пахла чем-то вкусненьким. Я не могу сказать, что я видела от нее какой-то большой эффект. Но, тем не менее, я ее использовала до конца. И, как бы, я не знаю, она у меня была в каком-то бьюти-боксе. Опять же, не оке, а очень бюджетная марка. Поэтому вы ничего не теряете. Но я не уверена, что я буду покупать эту маску за свои деньги. Просто потому, что я не видела какого-то экстраэффекта от нее. То есть, вроде кожа была прикольна, но ничего такого экстраординарного. Так, дальше тканевые маски. И мы переходим к travel size. У меня всего две тканевые маски в этом месте закончили. Так, во-первых, то, что вы видите во всех моих пустых баночках, это тканевая майка Gialuron Express от L'Oreal. Это моя любимая увлажняющая маска. Если моя кожа чувствует себя не актив, я наношу эту маску, потому что она увлажняет как ничто другое. Это лучшая маска для увлажнения. Это довольно странно, потому что у меня жирная кожа, но иногда обезвоженная. И когда вот я чувствую эту сухость, я наношу какую-нибудь увлажняющую маску, и большинство из них работает до того момента, как я их не смою. То есть, я имею в виду, я не знаю, как выживают люди с на самом деле сухой кожей, сухой обезвоженной кожей. Я имею в виду, что вы вообще делаете, как вы спасаетесь. Потому что это единственная маска, которая на самом деле очень здорово работает. Вот этот топ. При том, что это L'Oreal, то есть, это какая-то не мега дорогая маска, она довольно бюджетная, но при этом ее работа потрясающая. Очень рекомендую. И у меня всегда в запасе есть эти маски, на случай вот такого обезвоживания кожи. Так, дальше. Lenskin Blueberry Mask. Что она даже делала? Тканевая маска. Я не могу найти, что она должна была делать. Устраняет чувство сетян, то есть из-за скомфорта, замедляет старение. В целом, она была как типичная тканевая маска. То есть, вы наносите, снимаете, цвет лица немножко получше, кожа чувствует себя получше, она больше увлажнена, она больше напитана. И в целом, все в вашей жизни становится немножко получше после тканевой маски. Это одна из них. Так, а дальше travel size. Мне кажется, сплошные travel size. А, нет, нет. Да. Итак. Очищающее масло Meco, гидрофильное. Мне его хватило на три применения, что мне кажется очень впечатляюще. Да, или три, или четыре. Мне кажется, на три. И, в общем, как бы, да, расход у него небольшой. И оно довольно странно ощущается на лице. Но когда вы его смываете, оно смывает за один раз весь макияж. Весь. Вы знаете, что я иногда крашусь довольно сильно. И оно с первого раза смыло все. Поэтому, безусловно, мне понравилось. Me and Co. Это, мне кажется, вот один и тот же. Флок волос. У меня переваливается с одного средства на другое. Я прошу ворочения. Это, мне кажется, натуральная отечественная марка. Да, Киров. В общем, это отечественная марка, поэтому я рада их поддержать. И они отлично все делают. Ну, в смысле, я потеряла ход мысли. Это масло отличное. Оно хорошо справлялось. Поэтому я, честно говоря, не знаю, где эту марку купить. Потому что мне это попало. Мне кажется, в виде в окте, опять же. Но если я увижу это гидрофильное масло, я, безусловно, его куплю. Потому что оно прямо супер справлялось. Потом два разных средства для волос. Одно это шампунь Husk Ergon Oil. Вот такой вот восстанавливающий. Мне очень он понравился. У меня были полноразмерные такие средства. Они мне также очень понравились. Они и хорошо очищают, и хорошо увлажняют. И в целом, как бы, делают волосы лучше. Так, а вторые два средства, которые я брала с собой в поездку, это Rechenna Scab and Hair Treatment. Shampoo and Treatment. Также очень их люблю. Они прекрасно очищают волосы, а потом прекрасно их увлажняют и питают. Поэтому, да, и то, и то. Мне, безусловно, очень понравилось. Далее. Сыворотка Ifroche Lifting Vegetal. Вот такая вот, вроде бы, неплохая. И к ней же шел дневной крем вот такой вот. И он мне не понравился прямо вот сильно. То есть он, при том, что он Enhancing Day Care, здесь не скажет, крем с лифтинг эффекта. Он очень сушил мою кожу. Он ее прямо и стягивал. То есть я его наносила, и мне прямо ощущалось, что не хватает увлажнения. То есть я, опять же, у меня жирная кожа, и я довольно часто использую какие-то средства, ну, матирующие, специально для жирной кожи. И я знаю, что они не мега увлажняющие, многие из них. Но, тем не менее, вот здесь, как бы, ни один крем не сушил мою кожу так, как этот. Но при этом в течение дня кожа становилась очень жирной. Поэтому нет, мне совершенно не понравилось. Полный размер покупать точно не буду. Так, а вот по вечерам я использовала вот этот вот крем. Premier, By Dead Sea Premier, Prestige. Вот такой вот. Это израильская марка. И Made in Holy Land Israel, в Святой Земле. О, прикольно. Увлажняющий комплекс для сухой и нормальной кожи. Вот этот крем хорошо увлажнял, был очень приятный. На вечер, в самый раз. Мне очень-очень понравился. Дальше. Крем для рук, Ecolatier Brazilian Nut. Мне он очень нравится. Он очень вкусно пахнет. Господи, он так вкусно пахнет. Это вот одна из лучших отдушек на свете. Сладко, но не приторно. Просто потрясающе. И сам крем очень хороший. Он восхитительно увлажняет руки. Мне кажется, уже второй такой крем. Я очень-очень им довольна. Потом. Средства для умывания. Milky Cleansing Foam от Zaytune. У меня был подобный их гель для умывания, но он был золотистый и полупрозрачный. А это, на самом деле, такой молочный, молочная консистенция. Он вообще не пенился, что было довольно странно по ощущениям. Но вроде очищал нормально. То есть, как бы проблем с ним не было. Но вот в плане именно тактильных их ощущений, на самом деле, он мне не очень понравился. Но вроде никаких проблем не было. То есть, особо меня во время его использования не обсыпало прыщиками. Поэтому не знаю. Но покупать полноразмерный точно не буду. Потом. Тонер. Это у нас Selimax Non-Key Toner. Очень хорошее средство. Очень хорошо увлажняло кожу. И да, было приятно на коже и на лице. И да, делала то, что должно было. Потом. Грустный день. Закончился travel сайз вот такого геля для душа от Kores. С чем он у нас? Был ананас и кокос. Он так вкусно пах. Никто. Никто не сравнится с Kores в плане вот их отдушек для геля для душа. Серьезно. У них лучшие гели для душа. Потому что ароматы просто райские. Никто даже близко к ним не может подойти. Восхитительно. Я так любила этот гель для душа. Я думаю, что я закажу его как бы в полноразмере. Потому что он просто потрясающий. Две маски для лица. Вот таких вот, Саша. Первая это Lorax Night. Это очень хорошая маска. Я их берегу по самым случаям. У меня было нескольких таких ночных и несколько дневных. И мне кажется, что все закончились. Это было последнее. Такая я ее приверегу на особый случай. Потому что просто ее кожа просто восхитительная. Так, а дальше закончилась маска Apivita Express Beauty Pink Clay Gentle Cleansing. Она должна была очищать кожу. Я бы не сказала, что она сильно очищала кожу. Ну, то есть, немножко, но не сильно. У нее была очень сильная душка. Знаете, вот восточный аромат. Вот смесь как восточных духов и специй на базаре. Знаете, ходите на южном базаре, и там вот эти вот ароматы витают в воздухе. Как бы вот духов, в которых очень много, такие масляные духи. И специи вот они лежат у вас в этих огромных бадьях. И вот такие, типа, потрясающие ароматы. Я очень люблю аромат вот этих южных и восточных базаров. Напоминает мне родине. Но здесь это было странно. В смысле, в средстве для лица. Вы знаете меня. Я люблю отдушки. Я люблю ароматы. Я люблю разные ароматы во всем, кроме средства для лица. Потому что, когда вы добавляете какой-то ароматизатор в средство для лица, это чаще всего то, что потенциально может вызвать раздражение или аллергию, или еще что-то. То есть, это то, чего вы должны по максимуму избегать. Вообще, по-хорошему в средствах для лица, насколько я понимаю. Поэтому очень многие средства для лица, в принципе, не имеют никаких ароматизаторов. А здесь он был настолько насыщенный, что каждый раз, когда я его наносила, я невольно испытывала, ну, некоторые страницы. Потому что я такая, не будет ли какой-то реакции. Опять же, у меня очень чувствительная кожа. То есть, если что-то пойдет не так, все пойдет не так на ближайшие пару недель. И, в общем, я не очень понимаю выбор ароматизатора для маски для лица. Тем более, очищающий. У меня никакой негативной реакции на нее не было. Но просто меня очень удивила вот эта сама как концепция. Вот. И это все. Все из моих пустых баночек. Я забыла все слова сегодня. У меня на губах... Пустые банки попали в горло. У меня на губах. Блеск буржуа, сует кис, оттенок 02. Вот такой очень высот блеск. Так что, это все. Спасибо вам большое за просмотр. Хорошего дня. Прекрасного настроения. И пока-пока. Вот. Вот.